Особенно интерес, на мой взгляд, представляет аят 28, сура 2, называется «Корова». Здесь представлено и на арабском языке, сейчас я включу, и переводы смыслов переводчиков. Мы сейчас тоже их зачитаем, и потом я хочу высказать свое понимание. Да, здесь очень красивый язык арабский, и чтение великолепное. Прямо хочется изучить и поить свою душу таким звуком и таким смыслом. И вот сейчас смотрим, что здесь говорится. Эльмир Кулиев перевел. Как вы можете не веровать в Аллаха, когда, тогда как вы были мертвы, и он оживил вас. Потом он умертвил вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к нему. Здесь точный перевод без передачи смысла. Абу Адель в скобках передает трактование, перевод смысла. Как вы, а многобожники, проявляете неверие в Аллаха в то время, когда для вас есть убедительное доказательство того, что только Аллах заслуживает поклонения, и это доказательство вас самих. Ведь вы были мертвы до этой жизни, а он оживил вас, привел в этот мир. Потом он умертвит вас, и ваше тело будет в могиле, а душу унесут ангелы. Потом она оживит вас в день воскрешения. Потом к нему на суд вы будете возвращены. У меня имеется еще книга Абу Адель. И здесь еще есть вот так, я читаю, текст напечатанный. Как вы, а многобожники, проявляете неверие в Аллаха в то время, как когда-то вы были мертвы до этой жизни. А он оживил вас, привел в этот мир. Потом он умертвит вас, и ваше тело будет в могиле, а душу унесут ангелы. Потом он оживит вас в день воскресения. Потом к нему на суд вы будете возвращены. Магомед Нури Османов. Как вы смеете не верить в Аллаха? Вы были мертвецами, и он оживил вас. Потом он снова умертвит вас, потом оживит. А затем вы будете возвращены к нему. Валерия Монпорохова. Это автор, который я больше всего доверяю, знаю, и больше всего мне понятно. Как вам не веровать в Аллаха? Вы изначально были жизни лишены. Затем он одарил вас ею. Со временем он повелит вам умереть, чтобы потом опять вернуть вас к жизни. И вновь потом к нему вы возвратитесь. Игнатий Крачковский. Как вы не веруете в Аллаха? Вы были мертвыми, и он оживил вас. Потом он умертвит вас, потом оживит. Потом к нему вы будете возвращены. Гордей Соблуков. Как остаетесь? Вы неверными перед Богом. Вы были мертвы, и он оживил вас. Со временем он опять умертвит вас, и потом оживит вас. И тогда вы к нему возвратитесь. Михаила Якубович. Как вы не веруете в Аллаха? Вы были мертвыми, а он дав вам життя. Потом он снова умертвит вас, и снова подарит вам життя, и до него вернетесь вы. Вы были мертвыми. Господь создавал человека живой истинкой, а потом после смерти снова воскресить для отблаты. И что у нас есть у нас, кроме украинского и русского, есть еще на английском языке. Как вы не верите в Аллах, когда вы были мертвы, и он вывел вас в жизни? Когда он вывел вас в жизни, когда он вывел вас в жизни, то он вывел вас в жизни, и тогда вы вернете в его жизнь. На английском Исламский центр издал книгу, Коран. И тавсир, толкование Корана. Это очень важно понимание. И что именно важно? Я сейчас хочу сказать, что именно на английском языке не было слова мертвыми, а было слово, которое здесь более всего подходит, это перевод Иман Пороховой. Были лишены жизни. Были лишены жизни. На английском языке это слово Безжизненный. Безжизненный. Ведь если взять два зернышка, мы не знаем, в котором не им жизни. Ложат два зернышка в землю и смотрят земледельцы, какое взойдет. Они на вид одинаковые. Как понять, в каком есть жизни, в каком нет жизни. И через два года во многих зернах уходит жизнь. Казалось бы, что она все время должна быть там находиться, но нет, жизнь уходит из зернышек. Поэтому есть срок хранения, срок гарантии на зерна для посева. И не видно так, а они лишены жизни. И вот что-то произошло, Он одарил вас ею. Он дал вам жизнь. Что-то, нечто такое происходит, которое оживляло нас, оживило. А кем мы были до оживления? В какой форме мы существовали? В каком виде мы были? Вот этот вопрос, я считаю, самый главный в этом необыкновенном аяте. И вот мы сейчас смотрим толкование Корана. Абд ар-рахман бин насир ар-саади. Этот вопрос означает удивление, порицание и осуждение. У людей, как вы можете отказываться от веры в Аллаха, который сотворил вас из небытия и одарил вас всевозможными благами, который умерщвляет вас по завершении вашего жизненного срока и воздает вам по заслугам уже в могилах, который непременно вернет вас к жизни после воскрешения и сполна воздаст вам за каждое совершенное деяние. Вы подвластны Ему, зависите от Его воли и живете по Его вселенских законам, а затем будете судимы по законам Его религии. Разве ж вам подобает отказываться от веры в своего Господа? Разве ж подобное неверие не является великим невежеством и чудовищной глупостью? Воистину вам надлежит бояться вашего Господа и благодарить Его, уверовать в Него, страшиться Его наказание и надеяться на Его вознаграждение. Очень всеобъемлющее здесь толкование, очень хорошее, очень мне нравится. Альмун Тахаб. Как вы можете не веровать в Аллаха, если нет никакого повода для вашего сомнения, на который можно было бы опереться в вашем неверии? Он оживил вас, дал вам жизнь, и он умертвит вас, когда наступит определенный час для вашей смерти. Потом в предопределенный срок оживит вас, и к нему вы только, вы будете возвращены на суд и наказание. Вот меньше толкование и тоже очень объемлющее. Я хотела бы вернуться к тому, что написала Валерия Иман-Порохова. Да, изначально были лишены жизни. Изначально были лишены жизни. Каким-то образом эта жизнь была создана Богом. Мы говорим о душе, о духе, о том, что воплощение произошло в лоне матери, произошло воплощение, и ребенок родился, девочка или мальчик родились живыми, когда душа воплотилась, по воле Аллаха, воплотилась в тело младенца, и была дана жизнь. То есть, давно было воплощение. А вот сама эта душа, ведь она как была воплощена в тело, и она же и уходит после того, как человек лишается тела. И здесь как раз и говорится, я так поняла, что это есть в толковании, умерщвляет в могилах. Но есть же та душа, которая отправляется к Творцу, Господу, к Аллаху, и дальше что-то происходит. И я здесь могу вспомнить еще и то, что мне известно из ведической культуры, из индейской культуры, которая тоже всемирная культура, мировая религия, в которой говорится, что душа, она потом перевоплощается и снова получает воплощение на земле. Это называется круг сансары. И что все время жизнь не заканчивается, а идет воплощение души снова в новое тело. И тело получает новый опыт. и душа получает новый опыт благодаря своему воплощению в теле. И какого это будет воплощение, как раз и зависит от того, каким образом мы проживаем эту жизнь. Если мы эту жизнь проживаем в соответствии с вероуставом Аллаха, а это значит, правильно питаемся, то есть не принимаем никаких воздействующих на наш ум и разум, ни напитков, ни никакого дыма, для того, чтобы у нас было чистое мышление, чтобы мы могли ответственно относиться к себе, к своей жизни и ко всему происходящему, чтобы у нас был чистый разум. Это наши добрые дела. Именно о них мы думаем, и их мы делаем. И это угодно Аллаху, и это требуется для нашего Создателя. Для этого нас Он воплощает в жизнь, с тем, чтобы мы имели такую возможность выбрать праведные поступки, правильные дела. Чтобы мы помогали материально верующим, тем, которые бедны. Это действительно очень важно. И словом, и делом помогать. в общинах верующих среди мусульман. Человек, чтобы получить что-то хорошее, конечно же, он должен праведным быть, должен заслужить это хорошее, доброе. Эту помощь, закят называется, он получает благодаря своей праведной жизни. Я считаю, что очень правильно это не есть мертвичину, не есть свинину. По сути говоря, не есть мертвичину, я считаю, это не есть любое мясо. И говорится, если же человек находится в таких обстоятельствах, когда он голоден и нет другой пищи, тогда Аллах, милосердный, понимающий, знающий, разрешает и кушает мясное. У меня большое разнообразие есть в пище, поэтому я среди мясного кушаю только рыбные продукты. И то я знаю, что это не обязательно и можно обходиться и без этого. И есть много людей, которые даже рыбу не кушают, а кушают овощи и фрукты. И может быть молочные, кисломолочные. Вот эти важные моменты еще желательно обязательно молиться, но желательно пять раз молиться определенным образом. И молитву совершать утром после омовения, после купания. Вот это тоже очень важно и это стимулирует к тому, чтобы каждое утро принимать душ. И такая возможность в основном имеется. Поэтому я исхожу из того, из своих знаний о реинкарнации, понимая, что душа мы, прежде чем нас Аллах, Господь, Бог воплощает в тело младенца, девочки или мальчика, мы до этого уже были множество раз воплощены. Если вспомните Будду, Будда говорил о своей жизни, что он помнит тысячи своих воплощений. изначально он помнит, что он был инфузорией и туфелькой. Поэтому именно так происходит эволюция, эволюция прежде всего души, проходя многомиллионный опыт своего перерождения и восхождения от самых простейших потом до растений, потом до деревьев, потом через животных душа проходит свой опыт и потом только Аллах Всевышний воплощает её в тело человека. Так было при зарождении нашей планеты, когда многие миллионы лет планета жила без человеческого присутствия. Поэтому здесь и говорится о то, как Иман Порохова говорит, вы были изначально лишены жизни, лишены жизни, мы были вне тела, вне тела и вне человеческого тела у многих, многие уже не один раз воплощались в человеческое тело, и затем Он одаривает наш Аллах, Бог Всевышний, одаривает нас новой жизнью, новым воплощением, и каково это воплощение, в каком теле мы родимся, это здоровое будет тело, или немощное, это тело, которое красивое или некрасивое, это тело, которое девочка или мальчик, в какой семье родится, это семья духовных, высоконравственных родителей, или же наоборот, в какой стране родится девочка или мальчик, это страна, там, где почитают закон, и почитают закон Бога, и люди праведную жизнь в основном ведут, или же это люди пока что не выбравшие праведную жизнь, и которые прожигают свою жизнь в непонимании происходящего, и в тяжелых условиях, соответственно, мальчик, совсем не безразлично, каким образом, в какую семью, на какой территории, в какой стране, в какой народности, в какой семье родится, появится на свет девочка или мальчик, все закономерно, логически и оправдано, и я это понимаю, как воплощение душ в тела таким образом, какую жизнь провела эта душа, будучи воплощенной перед своим новым воплощением, и это как раз и получает суд Господний, суд Аллаха перед новым воплощением, и сразу тогда понимаем мы, почему именно эта душа воплотилась именно на этой территории, возможно, она воплотилась с определенной миссией для того, чтобы донести праведность на данную территорию, и тогда эта душа воплощенная, она будет жить среди неправедников, но будет показывать и рассказывать, как нужно жить для того, чтобы быть угодным Аллаху, Богу, Господу нашему. Итак, этот очень важный аят я вижу именно в таком смысле. Кем мы были до этого, и что действительно мы воплощаемся, а потом говорится, повелеет нам умереть. Да, это будет новый виток, новый виток познания, чтобы потом опять вернуть нас к жизни, то есть это опять рассказывается о том, что мы будем возвращены к жизни, но мы будем уже возвращены к жизни в новом теле, потом вновь вернетесь к Богу. Да, мы вернемся к Богу после того, как мы пройдем тот необходимый опыт, который нам необходимо пройти на планете Земля с тем, чтобы получить все необходимые знания, все необходимые навыки, умения раскрыть себя, свои таланты и способности, и потом уже мы будем возвращаться к Богу, это в том случае в начале на суд, как это и происходит после каждой смерти, после каждого воплощения, и потом, когда завершится эта эволюция в человеческом теле, уже Бог решает дальше, куда определить эту душу. Благодарю, до новых встреч! До новых встреч!